Если честно, с Тимуром Поламбетовым. Если честно, только на ГАКУ. 6 лет ты руководил телеканалом ГАКУ. Да. Почему ты ушел? И угрозы были, и конфликты были, и звонки с непонятных номеров. Очень мало получал, но я понимал, что я сейчас прям получаю потолок. И вы смотрите проект Ербатер. Вы смотрите программу Достарха на первом канале Евразии. Я вообще не искал жену. Мне было классно, я нормально жил, все было хорошо. С приходом Лауры в твоей жизни у тебя и быт улучшился. Да не только быт, вообще все в 10 раз просто. Он говорит, а я обои не умею клеить. Я тебе научу. Поспространилась легенда, что есть такой казах, Балу, который живет в Америке и пишет оттуда песни. Все-таки вау. Я с тобой не просто так хожу по заведениям. Ты мне нравишься. Если я обижаюсь, я-то могу не разговаривать несколько дней с человеком. Сто риголи, то риоли, ты бы сейчас не записывал интервью. Нет. А я бы записала, то ришки Маган. Тимур, почему у тебя в жизни нет ни одного скандалчика? Аж как-то неприятно, да, Динара? Нет, мне даже не приятно. Скучно. Скучно живешь ты. Сегодня мы идем в гости к Тимуру Полу. Обожаю ходить именно домой, потому что дома всегда получается совершенно другой контент. Когда ты видишь, как люди живут. Здравствуйте. Здравствуйте, Динара. Как дела, Тимур? Хорошо, дозволу пожаловать. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили домой. Спасибо за интерес. Домашний контент. Ой, Лаур, здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Добро пожаловать. Спасибо. Домашний контент это всегда, ну, такой домашний вайб. Это всегда все по-другому. Добро пожаловать. Проходите. Мы с вами недавно вот готовим, точнее, под себя немножечко это гнездышко обустраиваем. Ну, и вас тоже ждали, поэтому угощайтесь. Сейчас мы нальем вам горячего чаю. Свечи, цветы. Это все Лаура. Да, Лаура, клубничка к клубничке, малинка к малинке. Что мне еще делать? Про эстетику, про красоту, про глюнг. А твоя задача какая? Домой деньги, в принципе? Так было бы очень просто, но на самом деле нет. Мы все разделяем. Ой, ну это не по-казахски. Это не по-казахски, но мы не претендуем на то, что мы стереотипные какие-то в плохом смысле стереотипные. Стереотипные представители своего народа, мы же современные. И за финансы тоже я отвечаю. За финансы тоже ты? Ну, вся документация получается на мне, потому что я и финансист, и экономист, образование у меня. Я все это знаю, поэтому помогаю ему, вот, чтобы... Зачем нанимать человека, когда я могу все это делать? Зачем нанимать человека, когда можно контролировать все доходы мужа самостоятельно? Смотрите, вы думаете про контроль, а мы думаем про партнерство. Ну вот это разные взгляды на жизнь. Почему вы за меня решили? Почему? Я говорю, я то, что вижу, понимаете, как следствие уже. Да, ну Лаура действительно, она занимает должность нашего финансового директора. У нее есть зарплата, она отвечает. Зарплата? Конечно. То есть прямо определенная зарплата? Да, это вот чисто ее там на всякие... Это сколько интересно просто... Это неважно. Мы любим узнать, сколько же это зарплата жены. Я знаю. Тысяча долларов. Тысяча долларов. А потом остальные... Это средняя зарплата, мне кажется, в целом бухгалтеров, да? Да. Ну смотри, допустим, вот приходит Тимур домой вечером и говорит, так, Лаура, у нас новый контракт LG, да? Да. И там сумма такая примерно, все, заключай договор, это все на Лауре. Да, но я обычно прихожу и говорю, Самсунг. А я говорю, LG. И поэтому... Или Кадиллак. Сейчас каждый свои виды, да. Всех своих партнеров, да. Нет, на самом деле мы обсуждаем даже на стадии переговоров с потенциальным партнером. Хотим мы работать, не хотим. Вот какие сроки устраивают нас предложения, пакеты и так далее. И мы даже креативим вместе, мы придумываем там, как мы будем, какие рилзы, сториз мы будем делать, где мы будем это снимать. Поэтому я в Инстаграм листала Тимура Инстаграм, но когда я готовлюсь, ты, наверное, то же самое делаешь, да? Смотрю, ну думаю, так, ну с кем же он прям близко дружит? Там, Алио Капов с супругой. Дальше, дальше смотрю. И везде вы вдвоем, везде вдвоем. Так, ну что такое? В общем, вы партнеры. Да. И в бизнесе, и в жизни. И вам, по большому счету, никто особо и не нужен. Вот так случилось. В какой-то момент мы действительно поняли, что нам очень круто вместе. Мы вообще не ищем. То есть мы можем все время находиться вот в своей семье. Лаура, я, Исёка, мамы появляются, братья. Но вот мы втроем. Вам достаточно, да? Самодостаточная такая. Ну мы как-то даже обсуждали, да, помнишь? Тебе хватает общения там с друзьями. Если хочешь, я ему как-то говорила, потому что ты с кем-то выйдешь. Я это же самое говорю. Мы никуда не выйдем. Да, хорошо, хорошо, давай. А по сути получается, что все равно мы больше хотим проводить друг с другом. Да, время вот как-то вот. Я даже вот уезжаю иногда в поездки, там у меня бывают партнерские. Я уезжаю, там в Китае я был, например, на автошоу ездил. Думаю, ну какая-то смена настроения, что-то еще. Но я вот эти там сколько, пять дней, я все время думаю, блин, а вот это бы ей показать. А вот здесь бы ей понравилось. А вот тут бы мы с Исекой и там и так далее. И, наверное, все снимал и скидывал сразу. Да, и у меня полностью уже все перестроилось. Я даже не помню, что было до. Хотя мы всего три года женаты, но я не помню, какая жизнь была до, как будто. Хотя она была яркая, классная, то есть крутые там всякие проекты, путешествия, друзья, все. Но ты поздно женился? Я поздно женился, да. По нашей неркому особенно. Потому что мы уже нагулялись, мы, наверное, уже насладились той жизнью, когда мы были там порознь. И сейчас как будто мы для семьи сейчас выделили время, и нам классно, мы наслаждаемся этим. Вы же поженились в пандемию. Да. Я даже смотрела на YouTube видео, где у вас в масочках. Да, через окошко мы расписывались на улице вообще. Ну что, уважаемый Тимур, на уровне я уже поздравляю вас. Ваш право. Я облегляю вас. Нам запрещали целоваться. Из ЗАГСа сказала, распишитесь, но не целуйтесь. Но я не выдержал. Это же сюр сейчас, кажется, что этого не было. Но вот кому-то мы будем рассказывать своим детям, мне кажется, они будут думать, что мы просто накидываем и придумываем, что было такое время. А мне так странно вот до сих пор видеть людей в масках. Да. Я вот недавно в Вьетнам мы летали, и там люди до сих пор носят маски. И когда ты видишь маску, ну не везде, но как-то в аэропорту люди, видимо, защищаются. И ты думаешь, блин, неужели корона возвращается. То есть немножко напрягает. Вы поженились в пандемию. Да. И с тех пор вот вы туезы. Да, мы причем, пандемия для нас была таким положительным для нас временем. Мы закрылись, у нас какой-то был очень долгий медовый месяц. Мы даже в своей тогда старой маленькой квартирке сделали сами ремонт. И это тоже ее мудрость, потому что до пандемии она сказала, давай все закупим. Ну захотим, сделаем. Нет, мы собирались делать, но мы думали, наймем людей, которые придут нам все там поклеят, накрасят и все такое, покрасят стены. Но в итоге вот случилась пандемия, и вообще было страшно, никого пускать там не разрешалось. А я ему прям буквально за неделю до закрытия сказала, давай поедем, пока все закупим, пусть стоит готовая. Потом типа людей пригласим и все. Но людей не оказалось. И мы начали вместе делать ремонт, потому что я говорю, ну давай сами. Вот, мы сделали. Он говорит, а я обои не умею клеить. Я говорю, я тебе научу. Хотя мы дома что-то в детстве делались, мама, я помню. И вы сами сделали ремонт? Да. А нечем было заниматься? Некуда было ходить? Ты сама клеила обои? Да. Ну в смысле, я просто помню, сколько нас в детстве. Мама всегда делала все сама. И вот мы ей всегда помогали. И оттуда были знания. Я знала, как стыки там сравнивать и все такое. Ну это было в детстве, но тем не менее. Слушай, Лоб, ты же помоложе. Ладно, мы это с Тимуром помним. Ну мне вот 40, я тоже клеила обои. Ну вот, в детстве. Тимур, ты же вырос в Казаларде? Да. Ты такой казалардинский парень. Часто ты едешь? В последнее время не часто, чаще мама приезжает. Хотя брат с семьей тоже там, ну где-то в среднем раз в год. Мама там живет, да? Да, мама работает в университете, она там академический доцент, то что угодно. Ну то есть у нее очень такая позиция высокая, ее там уважают, любят. Я если вешаю фотографии с ней в инстаграме, все ее студенты набегают. Без напая, без напая, рахмет, керемит муалям, пишут все. А ты в каком возрасте переехал сюда в Умуту? Я переехал в университет, поступил. Ну, не так. Я поступил на первый курс в Казаларде. У нас не было денег. Я хотел поступить бесплатно на грант, но по образованию переводчик. На переводческий факультет не было грантов. Были тогда государственные кредиты. Я не знаю, кто-то помнит вообще? Да, 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 были, были, были. То есть ты учишься, когда оканчиваешь, там в течение 10 лет оплачиваешь. Я не поступил. И у мамы была скидка в университете. Я учился вот в Казалардецком государственном имени Корхта Татана, переводчика. А потом, через год я готовился и снова сдал экзамены, получил кредит и приехал в Алматы учиться здесь. Ну, как бы бесплатно, по крайней мере, на... Уже на втором курсе, да? Нет, пришлось поступать на первый, мне не засчитали. И каково было мое разочарование? А где учился? Казум Уймя. Имя Аль-Хана, да. Имя Аль-Хана, да. Я думал, здесь крутая программа, все отличается. Здесь будет космос, Лос-Анджелес. Но оказалось все практически одинаково. И вот так я оказался в Алматы. Впрочем, не обязательно ехать в Алмату, можно в Казаларде учиться. Можно, вполне себе можно, да, конечно. Это у тебя английский благодаря иньязу? Ну, в том числе, но, наверное, это генетическое. Мама же у меня специалист по английскому. А, преподаватель английского. Да, преподаватель английского. Слушай, как это круто. Она объездила весь мир, много где была, работала по обмену и так далее. Но со мной никогда не занималась. Слушай, ну это повезло. Но всем говорит, что это благодаря ей. Потому что я английский уже, знаешь, учу всю свою жизнь. Я до сих пор не могу его выучить. Ты прям флюентли, спокойно. Да, очень. Ну, как и казахский, как русский, так же. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Меноматом Динара. Салемде. Салем. Салем, бердек. Так, он ему не понравился мой салем, ну ладно. Он говорит, пошел-ка я поиграю дальше. А ты, кстати, у Лаур ездил, казалось, салем бердем, да? Бердем. Ну, первый раз. Вот. А сейчас такие уже отношения, что, ну, в целом мне сказали, что я могу этого не делать. У нас потому что более современные мамы. К сожалению... Ку-кук. Это моя... Ку-кук. Ку-кук. Не знаю, лицо или нет, но кое-кто хочет оттянуть эфир этот на себя. У меня даже вот мы здесь, когда расписывались, потом мы просто сели, там, 10 человек буквально, потому что свадьбу невозможно было делать. Это же моя мама, моя семья не смогли быть, потому что они тогда сильно болели ковидом. То есть они прямо... Это время они болели. В это время они болели прям ковидом. А у нас... В больнице лежали? Уже вышли, вот только вышли буквально за день, за два. Мы думали все уже отменять, но они вышли, вроде все хорошо, но прилететь, приехать не смогли. Тогда не было ни рейсов, ничего. Это 20-й год, да? Это 20-й год, да. Прям вот это... Да, в 20-м году было 7-го июня. 07-07. Да, 20-20. Так получилось. И, ну вот, как-то мама вышла по видеосвязи, зачитала стих, все заплакали, как-то... Ну, твои родители были, да? Мама была. Моя мама была, да. Вообще у нас родители разведены и в моей семье, и у Тимура. Вот. Ну, с отцами мы особо не общаемся. Ты не журналист по профессии? Нет. Ну, как тебя занесло вообще на телек? Я очень люблю формат интервью. Очень этот жанр мне нравится. Люблю рассказывать и слушать истории. И мне жутко не хватало вот в начале десятых контента нашего местного, который я бы мог смотреть с нашими героями, который был бы правильно построен. Я тогда даже не понимаю, как его правильно строить, но я понимаю, что мне не нравится. Все очень поверхностно, все про творческие планы. Никакого коннекта. Ну, то есть в глаза не смотрят друг к другу люди на тот момент в кадре. Или же это было супер чернушно все. Ну, то есть вот прям загасить в кадре и крупно показать реакцию. Мне просто хотелось попробовать рассказать вот как-то через интервью раскрывать героев. Я попробовал. И все началось с Гаку? Все началось с Гаку. Вообще изначально у нас тогда была радиостанция Гаку-ФМ, и там нужен был прямой эфир вечером. И я предложил, давайте я этот слот закрою, интервью в прямом эфире. А параллельно мы будем это снимать, делать видеоверсию и выставлять на телеканале Гаку и в Ютьюбе. И как-то это все вот закрутилось. Это было более пяти лет назад. Затем уже вот я стал работать. А до Гаку ты где работал? До Гаку я работал на Хит-ТВ. Я пришел туда рядовым продюсером программ, потом стал генеральным продюсером, но проработал там недолго. Где-то может быть полтора года. А кто тогда руководил каналом? Тогда руководила каналом Инна Корченко. Это было сразу после вот смены вот этой, когда убрали Адиллиан, всю команду, какие-то скандалы, интриги. Я вообще пришел, не понимаю, что происходит, нельзя упоминать этих людей. Вот это запрещено, те запрещены. Из архивов всех удалить. Ну вот как, это прям репрессии там шли. Но в итоге, в общем, это был классный опыт. Я там даже сделал реалити-шоу, это было интересно, но я понял, что это Титаник. Ну то есть, уже он, вот он уже на айсберг идет, его не развернуть. Поэтому спокойненько собрал обманатки. Думал, что поеду-ка я в Штаты, поживу там полгодика, что-нибудь такое, с друзьями буду тусить. И тут мне поступает предложение запустить новый телеканал. Тогда еще не знаю, что за телеканал. Но говорят, все будет местное. Я думаю, очень круто. А кто тебя познакомил с Санжаром? С Санжаром меня познакомила Лязат Пигалиева. Вообще Ляза, это такой человек, который в ключевые моменты моей, теперь уже в нашей жизни появляется, и вот так вот там открывает двери. Просто так. То есть она просто познакомила тебя с Санжаром Устафиным? Она должна была... Он может быть директором канала. Она должна была быть директором. Хотела, чтобы я был генеральным продюсером. Порекомендовала меня. Но потом сама решила, что она не хочет заниматься телеканалом. На тот момент отстранилась и сказала, ну вот он подойдет на роль руководителя творческого. Какой это был год? Это был 2013 год, по-моему. Да. Потому что в 2014 мы вышли в эфир уже. И вот меня... Мы встретились... Я полетел в Астану. Мы встретились с Санжаром. В ВИПе одного заведения. Очень долго разговаривали, узнавали, как-то пытались узнать друг друга. Договорились. И он предложил мне на следующий день должность. У него уже поставлена была работа тогда? И тогда еще была только концепция. И еще даже обсуждалось название. Еще не было названия. Утверждено два варианта. Либо артист. Арт. Искусство. Ист. Там, Восток. Или Гаку. И мы все склонялись в сторону артист. Но в какой-то момент Санжар сказал, нет, все, будет Гаку. И это было потрясающе правильное решение. Потому что я думаю, что с названием артист у нас бы не получилось сделать то, что мы сделали. Шесть лет ты руководил телеканалом Гаку. Да. Почему ты ушел? Ну, наверное, уже было все сделано. Во-первых, я должен признаться, что я до этого за несколько лет вообще начал задумываться, что, по-моему, я себя исчерпал. Не очень мне есть куда расти. И финансово, и творчески. Потому что все-таки какой-то низший канал. Там не может быть больших бюджетов. Их там не было. А хотелось масштаба, хотелось развивать, надстраивать, делать какие-то шоу и так далее. У нас был крутой фестиваль. Он был вообще вот прям самым таким шумным, громким. Масштабный просто. Да. Там каждый год какие-то невероятные цифры. И только наши артисты. И ты думаешь, как вообще вот... Сейчас же никто не помнит, что раньше было по-другому. Мы очень быстро забываем и привыкаем к статусу КВО. Старт деген бір нюктеемыз ол Гакку даусы фестиваль. 14-й годы Алгаширет уйтты. Ескалаңда. Содан беру осы жыл сайын уйтет. Ну вот я понял, что все сделано. Я понял, что мне нужно расти, нужно финансово тоже расти, потому что я уже встретил Лауру и понял, скоро семья. Мне нужно будет обеспечивать ее комфорт детей, жилье и так далее. А ты работала на телевидении, ты знаешь, что там не бывает заоблачных... Но там зарплаты до сих пор не поднимаются. Все еще. Уже инфляция. Девальвация. Девальвация. Война. За 10 лет столько произошло событий. И когда я узнаю, что телеведущие до сих пор получают 200 тысяч тенге, для меня это просто шок. Нет, справедливости ради, у меня... Я не скажу, что я прям очень мало получал, но я понимал, что я сейчас прям получаю потолок. Ну то есть вот больше я не могу. Это при том, что я управлял двумя каналами. А параллельно ты не мог работать? Нет, потому что... И это, кстати, тоже одной из причин было, потому что, когда мне предложили стать ведущим проекта Дастархан, вот здесь мне нужно было выбирать. И либо я веду на другом канале. Хотя, казалось бы, вот первый канал Евразия и Гаку, это не то, что не конкуренты, они как будто в разных орбитах существуют вообще. Но мне сказали, либо там ведешь, либо там. И мне тогда я принял решение, что на Гаку я программу свою закрываю, а на проект Дастархан соглашаюсь, потому что это был очень серьезный вклад в развитие нашей семьи. Я знаю, что вы познакомились на Гаку. Да. Мы работали вместе. Лаура пришла трудоустраиваться. Но два года Лаура работала, и вы даже не встречались. Нет, нет. Даже намеков не было никаких. А потом что произошло? Потом... Такая-то вспышка? Нет, я вообще не подозревала. Я на втором свидании только... Ну как? Тимур говорит, что это свидание. Она даже не поняла, мне пришлось ей в лоб сказать, что я хожу с тобой не просто так. Это вообще до свидания, да? Это да, это свидание. Я не собираюсь тратить просто так в свое время. Потому что, ну, Лаура думала, что мы тусим как друзья. И мы пошли в одно из ее любимых заведений. И там она всем меня представляла как своего шефа. Типа, это вот мой коллега-шеф. Типа, как-то вот так. И на вы со мной разговаривает. А я в чувствах уже. Я думаю, что наконец-то мы общаемся. Наконец-то вот у нас что-то получится. А нет. И на второе свидание уже я аккуратно взял ее за руку и сказал ей, что я с тобой не просто так хожу по заведениям. Ты мне нравишься. По заведениям. Я не просто так трачу на тебя деньги. Я была очень удивлена. Прям очень. Я такая в ступоре немножко была. То есть ты ничего не чувствовал? Мы же всегда женщины чувствуем, когда мужчины начинают за нами ухаживать. Ну, он был настолько тактичный, что я не подозревала. Я думала на уровне, как друзья мы разговариваем. Потому что я ему рассказала всю свою жизнь вообще про все. Абсолютно про все. Если бы я знала, что он ко мне, как это сказать, испытывает чувства, я бы, наверное, немного... Отфильтровала бы. Нет, на самом деле, классная тактика. Мужчины. Ну, в смысле, сначала нужно подружиться. Это очень помогает. Кстати, у меня и Жан Байзакова тоже. Они же с мужем сначала просто были друзьями. И тоже она говорит, я рассказывала ему про своих парней. И прочее, прочее. А потом у них произошла тоже какая-то тюрьма. Да, в этом случае было не так, что, о, я ее обманул, она мне все расскажет. Но просто я понял, насколько она искренняя. Насколько она искренняя. Потому что она вообще ничего не подумав, не стесняясь, рассказала мне о себе. И я подумал, как классная девочка. И мне тогда стало страшно. То есть в этот момент я понял, что, не дай бог, кто-то другой среагирует быстрее. И у нее появятся там отношения с кем-то. И я начал просто быстро, молниеносно действовать. Просто там была опасность. Мы вместе работали. Это могло не так выглядеть. И ты всегда думаешь, а если не получится. То есть для девушки репутация гораздо более такой острый вопрос. Мужчина встречается с коллегой, ему ничего не скажут. Про девушку будут говорить, будут говорить плохо. А в больших компаниях, как вы знаете, любят поговорить, посудачить. Поэтому мы были аккуратны. Мы долго скрывали. Никто об этом не знал. И на какой никто не догадывался, Лаур? Нет. Нет, никто не догадывался. Потому что мы... Даже Санжар Мустапин не догадывался. Он тем более. Он узнал. Он вообще в самом конце узнал. Мы его не пригласили, короче, на свадьбу. А свадьбу же не было. А свадьбу же не было. По-моему, да, мы хотели. Потому что все равно какие-то ограничения еще были. Кошкушку. А вот. Но никто из них не соглашался брать деньги. Потому что никто до конца не понимал, что будет, как будет. И вот в последний момент нам сказали, ребят, до сих пор ограничения не сняли. Поэтому свадьбу не будет. Если хотите, можем попробовать нам перенести. Но мы уже не видели смысла. Потому что это слишком оттягивать пришлось бы. И вот. Решили отменить. Но зато на эти деньги мы вложились в квартиру и купили. Ну, мне кажется, это да. Это полезно. Нет. Это вообще, на самом деле, то, что у нас вот есть наша квартира небольшая. Это ее достижение полностью. Ее мудрость. Я хотел все думал. Стоит, не стоит. А у тебя не было вот этого квартиры? У меня была. Но она была гораздо проще. Вот. А Лаура... То есть с приходом Лауры в твоей жизни у тебя и быт улучшился? Да не только быт. Тут вообще все в 10 раз просто. И финансовые потоки все просто. Она принесла с собой все. Она мое божие благословение. В общем, ты ушел из ГАКУ ради Первого канала, получается. Нет. Я хотел расти. К сожалению, это оказалось несовместимым. Мы потом уже поговорили об этом с Санжаром. Но ты пытался поговорить с Санжаром? Да, да, да. Конечно. Потому что у нас всегда был супертесный контакт. То есть у меня не было никого в руководителях, кроме Санжары. И он мне тоже дал во многом карт-бланш. То есть как строить канал, как набирать команду, какое у нас видение, визуально как мы будем выглядеть и так далее. И в этом моменте просто мы не смогли договориться, потому что он человек очень теплый. И в этом есть и плюс, и минус. Потому что когда он начинает тебя воспринимать как супер близкого, он не может тобой поделиться. И, наверное, вот именно это и произошло. А я понимал, что это возможность, которую нельзя упускать. Но сейчас вы можете поздороваться, пообщаться? Да, 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 конечно, конечно. Он когда приезжает, иногда видимся, пьем кофе, болтаем и так далее. Но понятно, что у нас сейчас просто нет общих тем. То есть если раньше мы жили тем, что этот проект, наш канал должен быть номер один, никого рядом не должно быть вообще. Ну, то есть мы должны быть на передовой. То сейчас у нас нет совместного проекта и, соответственно, и тем меньше. Ну и потом телек уже практически... Абсолютно верно. Смотрят гораздо меньше людей. Мы очень вовремя зашли. Если бы вы сейчас запускали Гаку... Не получилось. Ну, шансов вообще практически не было. Не получилось вообще, да. А тогда нет ни одной платформы, куда может прийти молодой казахский артист искать. Вот я сделал такую песню, вот у меня такой клик, покажите. А мы же сидели и их искали сами. То есть я просто... Ну, я слышала о том, что когда ты был директором Гаку, то, что у тебя были конфликты с артистами, потому что ты говорил, у тебя не очень хороший клип, иди переделывай. И ты заставлял людей переделывать клипы даже. А я директором не был, был генпродюсером. То есть я отвечал за все творчество. И вот, да, мы придумали формат, мы придумали правила. И мы этим правилам следовали безукоризненно, сами тоже. Даже когда приходили наши друзья, если мы понимали, что они не попадают, не проходят, то мы им говорили, извини, не получается. И, конечно, для артиста это было очень сложно принимать. Я даже помню, Адиль Ли Ян тоже, я принесла ему свой единственный клип. А, тот любимый клип Ануара Нурписова? Да, «Закаты и рассветы». И Адиль сказал, он не проходит наш худсовет. Ну, хотя это платная ротация. Я говорю, в смысле не проходит? Слушай, ну это как бы обижает, когда... Это сильно обижает? Артисту или там, ну, любой медийной личности говорят, слушай, у тебя бесплатный клип. Видите, есть разница, Зинар. То есть, ты принесла деньги, ты сказала, показывай. Мы не брали денег, но нам нужно было выстроить очень красивый, четкий, правильный форматный эфир для того, чтобы это тоже стало точкой роста. Потому что, если мы просто показываем мясорубку, то, или винегрет какой-то, то у молодого артиста нет смысла стремиться вот туда тянуться. А там появились 901, там появилась сольная Жанар Дугалова, там стреляла Мархаба Саби, там столько новых артистов было. На них посмотрели, и они все поют на казахском. То есть, наши ребята, оказывается, здесь можно на локальном уровне писать крутую музыку, снимать хорошие клипы. И все, и просто пошел рост. Но если бы не было жестких правил, его бы не было. Мы это четко понимали. И мы готовы были не то, что идти на конфликт, но мы к этому были готовы. Мы понимали, что кто-то был. Но конфликты были. Конечно, были. Конечно, были. Ну, то есть, и угрозы были, и конфликты были, и звонки с непонятных номеров. И мы там тебя... Кто-то такой, да? Кто-то такой вообще. Что ты в музыке понимаешь? Или ты что, жить надоело? Ты что, не знаешь, какие у нас там братаны? И так далее. Все было. Просто было все. Но платно вы же ротировали на Той Думане. Мы ротировали на Той Думане. И я отмечу, что на Гаку была одна платная категория. Это клипы с рекламной интеграцией. Или саундтреки всегда были платными, потому что они рассматривались как промо-фильма. Там кадры, актеры, вот это вот все. Все остальное было бесплатно. Лаура, скажи, какой Тимур дома? Потому что мы... Вот я смотрю интервью, да, Тимура? Сама давала интервью, он очень тактичный. Да. Иногда слишком, слишком деликатный. Такой интеллигентный, воспитанный, видно, да? Начитанный, тактичный, деликатный. Но это же всегда, ну, это работа, да, понятно, что это держит тебя в тонусе. Мы все люди публичные, мы знаем, как себя вести на публике. Но дома, за что мы любим дом? Дома мы все равно расслабляемся. Дома мы настоящие. И иногда наши близкие даже, наверное, от этого страдают, что мы дома снимаем все свои маски. Он такой же, в принципе. Нет, ну, я вот пытаюсь как-то вам не приукрасить, да? Дать вам что-нибудь для тизера. Да, дать вам что-нибудь для тизера. Да, может, для тизера что-нибудь. Ну, блин, он реально такой дома. Вот бывает, ну, у нас, конечно, мы не прям суперидеальная пара. Мы тоже бывает там, где-то обижаемся друг на друга, где-то недопонимания. Бывают, редко, но бывают. Вот, ну, мы разговариваем. Разговариваем. И вообще, я достаточно вспыльчивая изначально была, когда мы начали встречаться. Если я обижаюсь, я там могу не разговаривать несколько дней с человеком. Вот, и мы как-то один день, да, не разговаривали. Ну, не мы, вы же со мной не говорили, Лавра. Да. Это в одностороннем порядке. Для него это было вообще что-то. Он пытается ко мне подойти, а я просто с ним не разговариваю. Это в самом начале было. Да, ну, это вот первый раз. И потом, после того, как я уже остыла, мы поговорили, все решили. Просто там, он поехал выбирать, оказывается, кольцо. Вот, я не знала, все это затянулось. Сыночек, что, ты хочешь сесть? Вот, и, оказывается, он поехал выбирать кольцо, место, где он будет делать мне предложение. Она подумала, я уехал просить с пацанами, забыл про нее. У меня уже, короче, ужин остыл, я сама не поела. У женщин, если не пять минут мне взял в руку, все. Все это так затянуло, что я немножечко обиделась на него. Немножечко настолько, что целый день не разговаривала. Целую ночь она услабила комнату. А он просто не говорит, почему. И для меня это, ну, в смысле, почему бы не сказать, где ты вообще был. Да, да, это же нормально. А он пытается там сгладить и просто не договаривает. И я чувствую, что что-то не так. Такая, ладно, все. И не хотелось с ним разговаривать. Я предложение планировал. Где я сделаю, как я сделаю? В горе поехал там и искал места какие-то. Ну, короче. Али, Дания, Ротиген, они вот меня возили. Да, и после этого мы поговорили и решили, что нужно разговаривать. Вот. И было сложно. Голубо там, вот. Но сейчас я уже привыкла. И если какие-то недопонимания есть, мы просто их обговариваем, решаем. Вот. И все. Ну, такого прям, чтобы он отличался в жизни, там, в инстаграме. То есть его невозможно вывести из себя? Конечно, возможно. Возможно. Я же сел за руль два года назад. Я всю жизнь был спокойный человек, не водил. А потом мы купили машину, и теперь меня очень легко вывести из себя. Это ты, получается, по городу ешь? Ты такой, козел, дремя. Я просто не понимаю, почему нельзя ездить по правилам. Это же так легко. Да, это легко. Всем будет классно. Водите, пожалуйста. Пользуйтесь правилами, соблюдайте их. От меня это раздражает. Но еще я заметила, что у нас люди нетерпеливые, да, на дорогах? Конечно. Буквально пять минут ты там где-нибудь задержишься. Пять секунд даже иногда. Тебе начинают сигналить, моргать. Столько там агрессии. Я Лауре рассказывал, на самом деле люди везде нетерпеливые, но у нас, слава богу, по крайней мере, оружие носить не разрешено. В Америке все могут носить оружие, и поэтому просто друг друга на дороге стреляют, потому что злятся и не могут совладать со своим гневом. Это очень опасно. Это очень опасно, конечно. Америка. Да. А вы ездили в Америку вместе? Да. Ты впервые была? Да, в Америке первый раз я была, потому что, ну, как-то одной не хотелось ехать. Ну, визу получить у нас не прям так легко, обычно же молодым отказывают. Поэтому я как-то туда и не прям стремилась, честно говоря. Вот, а потом уже... Тебе открыл Америку? Да. Отсталу прям. Да и не только. Лавра была в положении, и мы поехали. Да, кстати. Слушай, у тебя там какие-то родственники живут, да? Не, не родственники, это просто супер близкие друзья мои. Мои папа с мамой. Мои супер близкие друзья. А кто они? Просто мы в Казахстане подружились. Здесь? Они здесь жили, да, работали. Джефф был одним из моих первых, наверное, шефов. Я работал вот в его компании. А что за компания? Это вообще был финансовый консалтинг, я там просто ассистентом работал. Я потому что был студентом, мне было 20 лет. У тебя был английский крутой? Да, там он стал еще лучше. И просто вот мы так подружились с семьями настолько близко, что потом... А я почему-то думала, может быть, ты ездил туда учить английский. Нет, нет, нет. Потому что там моя семья вторая. Я впоследствии поехал и прошел такой небольшой интенсивный двухмесячный курс по психологии там в Америке. И это, конечно, в целом помогло по жизни очень серьезно. Но никакого профессионального образования, точнее официального, такого академического я не получал там. Этого у меня нет. Лауре, как Америка, понравилось? Нет. Нет? Нет, не понравилось. Ну где-то да. Но в основном нет. В целом я просто не понимаю, зачем ехать сейчас в Америку. Если раньше они были там на несколько шагов впереди нас, да, то сейчас, мне кажется, ну вот в маленьких городах там очень все... По-деревенски. По-деревенски, да. Там прям вот, ну даже ассортимент в Starbucks, например, очень там маленький. Завтрак один, да, по-моему, был. Ты реутрируешь сейчас. Да, я помню. Просто из того, что тебе нравилось, ничего не было. Я была просто еще беременная, меня все раздражало, еще это был момент пандемии, и там не хватало кадров, у них там везде была грязная, антисанитария. Да, это правда. И меня это очень сильно раздражало, потому что я такая очень слишком чистая, плотная, да? Ну мы заметили, да, очень чистенькая. Вы помните, когда у нас 42 500 платили, там им тысячами долларов выплачивали, чтобы они могли спокойно сидеть дома. И потом никто не вернулся на работу. Они не хотели возвращаться. Просто не было персонала, и просто такой упадок был даже там. А какой у вас был маршрут? Мы были в Новом Орлеане, мы были в Нью-Йорке, мы были в Майами. Мы были там на пляжах Флориды, мы не долетели, единственное, до ЛА. Мы планировали, Маура была в положении, и поэтому мы тогда решили, что ладно, уже ЛА оставим на следующий раз. Хотя у нас там очень близкие друзья тоже живут. Казахи? Да. Или американцы? Казахи, казахстанцы, да. Но американцы у тебя тоже есть друзья? Да, да. Но ты часто, ты раз в год, да, ездишь в Америку? Раньше ездил. Вот как раз до нашей свадьбы я ездил два раза в год. Вот, кстати, мы начали встречаться, он уехал в Америку, и тогда он понял, что если раньше он ездил в Америку, и постоянно ему было классно, и он там оставался, то когда мы начали встречаться, его постоянно тянуло назад, и он такой, нет, домой, домой. Я не мог просто из нее. Причем я уехал на месяц, и это было так просто прям все время у меня. Ну вот сколько максимума ты можешь быть без Лауры? Да, нисколько. Ну вот он был месяц, а после еженичьбой. Ну это было в начале отношений. Сейчас вот я уехал недавно на пять дней, и мне было очень тяжело. Прям сложно было. Да, пять дней максимум, да? По большому счету ты в Ютьюбе относительно недавно. Да? С двадцатого года. Три года активно. До этого я там пел, что-то там еще. С двадцать первого года. Ага. Ну то есть я тоже всегда к Ютьюбе относилась. Ну вы же, ты же моложе меня. Да, я моложе на пятнадцать дней, поэтому я позже зашла. Ну то есть для меня Ютьюб всегда был цифровой архив, и я как-то старалась там просто заливать видео, чтобы они никуда не исчезли. Ага. И тоже очень жалею, что очень поздно уделила этому ресурсу свое внимание, да? А у меня не было времени заниматься своим Ютьюбом, потому что я развивал Ютьюб канала Гаку, канала Той Думан. У нас там миллионы подписчиков, миллионы просмотров. Серебряные кнопки, золотые. Золотые, золотые кнопки, да, мы это все отмечали, то есть вот мы из нишевых первые. Там у Ярки Исмахан, по-моему, самый. Это рекорд. Рекорд. Сколько там просмотров было? Последний раз, когда я смотрел, было типа 140 миллионов, что-то такое. Да, да. Больше. Ну зато вы там хорошо зарабатывали, наверное, да? Субтитры сделал DimaTorzok. Там была монетизация, и половину забирал артист, половина оставалась у канала. Как-то так было. Тогда такая была договоренность. Ну сколько максимально мог артист забрать? Я не знаю. Видишь, вот интервью, это длинный формат. У тебя там много роликов от Ютьюба появляется и аккумулируется. С клипами по-другому. Там может быть всего один ролик, клип длится три минуты всего. И поэтому там много ты не заработаешь. Ну, конечно, Ярке как минимум окупила стоимость производства клипа. А клип тогда ее стоил, если не ошибаюсь, 5 миллионов, что-то такое. Ну, как минимум она больше заработала, больше. Так интересно, ты учился в иньязи, да? По профессии ты переводчик. Да. Но вот шоу-бизнес, телик тебя всегда манил, да? Потому что я знаю, что ты писал музыку, ты писал песни для Дина Сахмадиевой, писал песни для Ринга. То есть у тебя с детства к злорде, получается, это все началось? Да? Ну, получается, да. Наверное, это влияние мамы тоже. Она всегда писала стихи в юности, она мне свои стихи читала, я это помню. Водила меня в кино, хотя казалось, тогда куда водить в кино вообще? Вот сейчас я представляю. В к злорде был кинотеатр? В к злорде было два кинотеатра, и они уже были на выходе, то есть там уже разруха полнейшая. Она мне вводила на какие-то индийские фильмы, что-то там на Кинг-Конга, я помню, она меня водила. Что-то мы смотрели. Ты не ходил в какие-то секции, там, в кружки? Да, я ходил на рисование, да, вот я занимался рисованием. Я очень хотел заниматься музыкой, но не получилось. Хотя приходила комиссия, отбирала, говорила, слух есть, давайте, но мы не могли финансово, и школа находилась далеко, поэтому это мое сожаление, что я не играю на инструменте, хотя хотелось бы. Да, вот как-то с детства мы там во дворе организовывали концерты, пели, родителям показывали, деньги собирали. Потом тоже это были стихи, и впоследствии я познакомился с моим давним другом Эмилем Досовым, музыкальным продюсером, композитором. И мы вместе в тандеме стали на его студии писать песни, вот что-то кому-то написали, неизвестная песня, никуда не вышла, но кто-то ее услышал. Дальше появилась Диля Ахмадиева, Ринго, что-то Ваня Бреусов, для Махпалы Сабековой что-то мы писали. Ержан Максим, песня, которая получила второе место на детском Евровидении, вот английскую часть текста я написал к этой песне тоже. Это одно из последних, я просто сейчас не занимаюсь этим, иногда скучаю, но вот это был, наверное, это такой был способ самовыражаться, потому что мы там молодые, 2005 год, начали там это все делать, время R&B, все хотят петь на английском, написал песню для Ринго, а писал я ее, по-моему, я в тот момент был в Штатах, просто поехал к друзьям. И каким-то образом распространилась легенда, что есть такой казах, Балу, который живет в Америке и пишет оттуда песни, и все такие, вау, надо с ним поработать. И вот так мы стали много работать. А в каком году ты впервые поехал в Америку? Впервые я поехал в 2004 году, 21 год, я закончил университет и даже не попал на свой выпускной, чтобы попасть в Америку. Ты открыл визу и полетел туда? Да, я вообще полетел туда с друзьями, я полетел на обучение, это был двухмесячный курс по психологии, по психологической помощи, мне он очень помог в жизни в целом. Ну и я потом два месяца путешествовал по Америке, ну как я, ну и вообще не было денег, как я передвигался по Америке, на что я, что я ел, я не помню, потому что я поехал без денег. Ну то есть курс был оплачен, билеты выли, дальше я как двигался, я вообще не могу вспомнить даже, просто, просто бог заботился обо мне всю эту, всю эту поездку. И с тех пор ты прям ездил каждый год в Америку, да, и оттуда у тебя, видимо, и вдохновение, шаббат там, видимо, все оттуда, да, приходило? Там вообще же все раньше происходит, то есть я помню, что я приезжал туда. На много лет раньше? На много лет, я приезжаю туда, и там какие-то шоу стреляют по телевизору, и я думаю, вау, какой крутой формат, тогда слово-то не знаю формат, но какое крутое шоу, у нас почему так не снимают, почему такого нет, какие классные интервью, там, какая классная музыка. А кем ты работал тогда? Я тогда фрилансил, вот я писал музыку, я работал переводчиком на фрилансе, и вот все, что я аккумулировал, я просто брал деньги и уезжал, и путешествовал. Мне было классно, ну, то есть мне что, 21, 23, там, 25 лет, было нормально, мы напишем одну песню, нам дадут 500 долларов, мы довольны, просто 500 долларов тогда, это были классные деньги. Остаться не хотелось там? Раньше хотелось, в какой-то момент я понял, что, наверное, однозначно я это понял, когда все стало получаться на Гаку, понял, что я себя нашел, что у меня есть определенный, там, талант, способность, медиа-менеджера и так далее, вообще работавшего в бизнесе, но когда мы встретились с Лаурой, я точно понял, что мой дом здесь, что я хочу, чтобы дети были здесь, и однозначно в Америке я жить не хочу. Ты работал переводчиком, затем я знаю, что ты работал ассистентом, да, у руководителя какой-то американской компании. Да, да, вот Джефф мой лучший друг американский. Это что за компания? Это была просто, они открыли здесь компанию по финансовому консалтингу, по привлечению инвестиций за рубежа в местные нефтяные и разные проекты, и я там просто отвечал на звонки, наливал кофе, там, провожал клиентов в переговорку, готовил документацию до разных встреч. Слушай, ты вот так вот искал себя и затем нашел себя вот в интервью, да? Да, я в 2008-2009 году был в Ла, и моя знакомая повела меня к консультанту по профессии, профориентатор, а там бабулька такая, которая уже вот столько лет этим занимается. Она прогнала меня буквально там по трем-четырем каким-то тестам, вопросы позадавала и говорит, портфолио карьера, ты не можешь заниматься одной вещью, ты, скорее всего, всегда будешь заниматься несколькими проявлениями там творческих профессий, и тебе это подходит. И не борись с этим нормально, потому что мне тоже в какой-то момент казалось, что нужно уже сесть там, заниматься серьезными взрослыми делами и так далее. Но вот после того, как я это услышал, я понял, что ведь в этом нет ничего плохого, это же круто, это нормально, и все, меня отпустило, я стал пробовать все, что я хочу. Но у тебя не было ощущения, что ты себя ищешь, но не можешь найти? Не, ну в какой-то момент, конечно, потому что там... До Гаку? До Гаку однозначно, потому что ты пробуешь там... Понятно, что работа композитора или там автора слов, песен, она нестабильная, непостоянная. Потом я очень специфично писал, то есть только на английском, например, запросы были только на английском. Работа, первая работа на телевидении мне тоже не очень понравилась, она была мега полезной, но это был не очень приятный опыт, вот такой я разочаровался в телевидении. А Гаку, правда, окрылило меня, сделал меня профессионалом, я многому... Много дал каналу, но многому очень научился сам, и меня, правда, люди узнали, как... Благодаря Гаку? Как продюсер Гаку в первую очередь, да, да. Я думаю, что Гаку тоже тебя открыл, да? Однозначно, однозначно, и это был потрясающий опыт, ну то есть иногда, ну не иногда, я только тепло вспоминаю эти времена, потому что мы построили что-то, что повлияло на весь ход музыки. То есть у молодых ребят сейчас нет сомнения в том, что они могут на казахском языке спокойно производить музыку. Ты же помнишь, то есть раньше студию Мюзикола, Джей Си, Парвиз Назар, все на русском. Казахская музыка вообще воспринималась как что-то второсортное, как бы это сейчас не звучало. Я помню, что когда вышел Музарт, да, то есть они же тоже одни из первых, Ултау, да, Абыка, то есть это было, ну что-то необычное для нас. Но это были единицы, которые прорывались просто. Было совсем мало, а сейчас практически никто не слушает казахов, которые поют на русском. Кто сейчас пишет музыку на русском языке, вообще никому не нужно стало это. Потому что мы самоутвердились, мы приняли себя, мы поняли, что наш язык прекрасный, музыкальный, гораздо музыкальнее, чем русский, кстати. Прикольно, что мы об этом на русском говорим сейчас, да. Но в целом, я думаю, что мы на это повлияли. Наши казахские мужчины и мужья любят, чтобы домой приходили гости, друзья, родственники. Вы не поверите. В этом плане, наоборот, я постоянно кого-то пытаюсь позвать домой, что-то, какую-то тусу замутить дома. Ты такая казашка, прям настоящая. Ну я не скажу, что я прям казашка, но бывает, что да. Ну ты любишь гостей, да? Да, да. Наверное, больше да, чем нет. Но вот Тима, наоборот, он такой, он хочет быть, чтобы мы были сами, наоборот, такой, давай лучше куда-то позовем их, хочу вот это вот дома все собирать. Нет, я хочу ее разгрузить тоже отчасти. Да, ну и чтобы я не уставала. Он думает обо всем, продумывает все больше вот такое. Вот наши родственники. С другой стороны, просто у нас же с вами публичная работа, и у нас на дню огромное количество контактов. То есть это мессенджеры, это встречи, съемки, и мы так много просто встречаемся, взаимодействуем, эмоционируем. Эмоционируем, что я домой хочу приходить, чтобы это была моя крепость, где просто вот я ни о чем не думаю, мы расслабляемся, тусим, играем с ребенком, что-то вместе смотрим. Просто если я зову домой, я стараюсь что-то сделать своими руками. Да. Поэтому, наверное, сложно. Я понимаю, что это классно, но потом после этого я прям такая, я чувствую, что я уставшая. Ну, как бы усталость приятная, ты все равно провела там время с родными, близкими. Но это очень энергозатратно, я вам скажу, да. Особенно сейчас вот мы стараемся, да, там, я быстро устаю в последний месяц. А какая у вас разница в возрасте? Девять лет. Хорошая. Да. То есть ты искал себе молодую жену? Я вообще не искал жену. То есть мне было классно, я нормально жил, все было хорошо. То есть я хотел... Я нормально жил, говорит... Ну, в том смысле, что это не было так, что, ох, все женятся, у всех дети, когда же я... Почему? Потому что все было прекрасно, ну, в смысле, я занимался любимым делом, у меня была классная работа. Ну, а как личная жизнь, извините, без личной жизни сложно. Короче, гостей вы не приглашаете домой, да? Приглашаем. Приглашаем. Даже больше, чем надо, мне кажется. Что, ну, вот, Лаура любит. Ну, раз в две недели у нас дома точно кто-то бывает. Ну, не считая, например, Али и Ярке, они вообще у нас, кажется, три дня бывают. Нет, нет, они не рядом, но они приезжают... Ну, очень часто видим. Это ваши самые близкие семейные друзья. Сейчас, да, да. И мы их крестные, а не наши крестные. И Сёко очень любит Зейна, у него какая-то стадия, он любит детей, он ложится, нюхает, прям трется об него, хочет рядом лежать. Мы очень надеемся, что это останется, когда появится свой. Он просто понимает, что здесь есть Ляля, но мне кажется, он до конца не понимает, что эта Ляля скоро займет большую часть нашей жизни, вот поэтому такое, пока он его любит. Он даже придумал ему имя. Мы нет, а он да. Мы думали, что было бы классно, если бы у нас было, там, было и мальчик, и девочка. С другой стороны, очень практично, когда у тебя второй мальчик, потому что ты всё уже знаешь, и даже у тебя есть весь гардероб, все игрушки, всё, в общем. Никому не раздали Луу, не успели? Нет, я знала, что даже если будет девочка, то это пригодится, всё. Просто я выбирала всё. Это лаура практичная. Да. Но я выбирала, потому что всё хорошее для своего ребёнка первого, тем более, да? Поэтому с таким сразу, как это правильно сказать? С мамой, в смысле, с заделом на второго. Тем более и Саша совсем маленький ещё, ему даже двух лет нет. Ему будет разница два года. Да, то есть у вас и баночка, и горшочек, и весь. То есть, больше того, мы даже в аренду сдавали Укаповым, они попользовались, сейчас он вырастает, и они нам возвращаются. Ну, потому что какие-то вещи только до шести месяцев, там какие-то только на три месяца, да, нужны, и вот поэтому зачем, если есть? Сколько у тебя интервью не вышло в эфир? На данный момент? Который ты писал, да. Сейчас на монтаже? Нет, нет, не на монтаже, а вот интервью, которое ты записал, но оно не вышло, потому что оно, а, скучное, или б, человек отказался. А, только одно. С кем? Я не могу сказать. Одно интервью не вышло, потому что... Артист? Да, артист, известный артист, и у нас в кадре просто произошло очень серьезное осознание того, что артист живет неправильно. И сам человек в кадре это понимает, и там трагедия, слезы, это все читается. Это было очень сильно, это было супер психологическое интервью. Но когда вот чуть-чуть чувства улеглись, артист просто сказал, пожалуйста, нет, не хочу, чтобы таким меня видели. И, кстати, сейчас все хорошо у этого человека, то есть все развернулось. Это, скорее всего, может быть, было одним из толчков. То есть посмотреть на себя со стороны и понять, что ты живешь как-то не так, наверное. Если единственные инфоповоды связаны с тобой, они вот такие, даже не творческие совсем. И вот только это интервью не вышло. Все остальное... Это кто? Тури Гали Тури Али, что ли? Нет, я бы Тури Гали, наверное, на интервью не позвал. Почему? Кстати, вот помнишь, я у тебя когда была, и в этот же день я писала о Селескар. Я помню, да. И ты говоришь, а зачем ты ее пишешь? Я говорю, слушай, ну она интересная, она на хайпе, она на волне. Вот именно это. На хайпе для меня это сразу нет. Ну, то есть человек, который сейчас оскандалился или регулярно это делает, это не тот человек, которого я хотел бы видеть вот в кадре. Почему? Потому что это очень часто единственный инструмент, благодаря которому мы о человеке знаем. И когда я начинаю даже иногда рассматривать и готовиться, я понимаю, что предложить что-то зрителю, для того, чтобы зритель чуть-чуть вырос на пару сантиметров, а может быть метров, нет. И это меня останавливает. Я не хочу, чтобы ко мне переходили, потому что имя гостя сейчас кликабельно. Или по там, в гугл-аналитике очень много его ищут. Это очень легко, на самом деле. То есть, Тури Холи Тури Али, ты бы сейчас не записывал интервью. Нет. А я бы записала Тури Шкель Мага. Пожалуйста. То есть, наверное, в этом наше отличие, да? Наверное. Я абсолютно ровно отношусь ко всем героям. То есть, у меня нет такого, что мне нравится, что мне не нравится. Но я знаю точно, что камеру и сцену не обманешь. Согласись? Но есть почерк. То есть, вот есть стилистика. Ну, согласись, что вот когда сидит человек, он может играть какую-то роль, да? Он может быть в образе, да? Но зритель, мне кажется, он все понимает. И когда ты задаешь вопросы, ну, человек все равно, он же тоже анализирует, скучает свое критическое мышление. Он понимает, что здесь он лукавит, а здесь он вот так говорит. Или там, ну, человек просто раскрывается. Я не согласен. Мы вот ехали сюда в машине, чтобы говорили о том, что есть персонажи, которые так оболванивают свою публику ежедневными словами. Но кто занимается популизмом? Популизм. Ну, тебе кажется, что получилось с Ассель Аскар вытащить ее на разговор о том, что она, ну, очень часто эпатирует, 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 что за эпатажем покажет. Слушай, ну, она в конце ответила. Она сказала, что, я говорю, а ты можешь жить без этого? Она говорит, а кто будет меня кормить? Ну, то есть, она же объясняет причину, да? Вот. Ну, и в этом ответе тоже кроется и мой ответ. То есть, зачем тогда мне это показывать зрителю? То есть, что он получит, кроме того, что можно жить вот таким образом? То есть, ты хочешь показывать зрителю только тот контент, который даст зрителю какой-то рост? Абсолютно. Ну, то есть, моя цель очень четкая. Вот, когда я снимаю интервью. То есть, ты показываешь только умных, прокачанных интеллектуалов? Нет, ну, это было бы супервысокомерно с моей стороны, потому что я понимаю, что есть люди, которые, может быть, даже без высшего образования, но они могут научить потрясающим вещам. Они могут там... У меня был гость Кинжибек Нордлдай, он не видит, он не зрячий, но он своим взглядом на мир, своим отношением к жизни столькому научил и своими песнями зрителей. Дело не в этом, не в том, чтобы показывать только всех таких гладеньких, идеальных... Нет, я поняла, но ты имеешь в виду, что... Но, да, точки роста. Точки роста, да? Абсолютно. То есть, если человек, условно, просто вот про хайп, там, условно, про то, чтобы быть на волне, про медийку, да? То есть, ты его не позовешь. Ну, это же мои интервью, они же мне тоже должны быть интересны. Я хочу готовиться, я хочу хотеть говорить с этим человеком. Но ты всегда хочешь своих героев? Да. То есть, это всегда твое желание? Даже партнерские интервью, если мне не интересно, я понимаю, что ничего не получится, то я не буду соглашаться за деньги. И это часто происходит, очень часто. Я думаю, Лаура шутит, говорит, вы бы могли уже где-нибудь в горах жить, если бы так часто не отказывался и не перенаправлял к другим. А как часто ты снимаешь интервью? Обычно каждую неделю, ну, мы снимаем в неделю несколько выпусков, и потом они просто уходят в монтаж, и мы их готовим к эфиру. Сколько в месяц у тебя рекламных интеграций? В Ютьюбе? В Ютьюбе. Ну, у меня в Ютьюбе обычно 3-4 выпуска, и в среднем где-то, наверное, 2 интеграции. Вот. Ну, вот больше всего тебе доход приносит Инстаграм или Ютьюб? Сейчас больше Инстаграм. Угу. Да, в Ютьюбе есть маленькие капающие деньги от монетизации, а в Инстаграме это конкретный доход от позиционирования, там, вот, партнерства, рекламы и так далее. Кто бы мог подумать, да, когда мы открывали свои Инстаграмы, что у нас это инструмент, который будет нам приносить доход? Тогда вообще не казалось. У меня первые фотографии вообще сняты из другого приложения. Тогда было Hipstomatic, популярное приложение, там были фильтры, все как пленка. Туда снимали, в Инстаграм заливали, фильтры были очень деревянные, и просто было развлечение. Ну и я тогда не был медийным человеком, да, всему свое время. Ты зарабатываешь за счет Инстаграм, за счет Ютьюб, то есть все за счет контента? Я веду, то есть я работаю как телеведущий, так и ведущий некоторых мероприятий, говорю некоторых, потому что это не свадьбы, да, не корпоративы, это больше какие-то презентации, форумы, это лайвстримы, которые проходят в Ютьюбе. Да, вот то, на чем я зарабатываю. Тимур, почему у тебя в жизни нет ни одного скандальчика? Аж как-то неприятно, да, Динара? Не, мне тоже неприятно, скучно, скучно живешь ты. Я живу спокойно, мне кажется, ну то есть это... И мне кажется, ты очень следишь за тем, чтобы у тебя все было чисто, вычищено, гладко, информации вот лишней нет про тебя, все очень четко, да. Если даже ты не нашла, то, видимо, точно так. Ну реально, личная жизнь такая тоже вся прям там клубничка к клубничке, маленькая к маленькой. Вот смотри, что происходит, вот ты об этом говоришь, и это звучит как что-то негативное. Мы все люди. И у каждого из нас есть скелеты в шкафу. Понятно. У тебя они тоже есть? У всех есть. Ну у тебя есть? Ну конечно есть, но зачем... Давай о них поговорим. Нет, зачем это выпячивать? Ну то есть почему... Не обязательно выпячивать, они иногда сами вываливаются. Когда они вываливаются, они вываливаются, ты с этим работаешь. Но когда ты просто строишь свою жизнь и работаешь, производишь что-то, зачем в какой-то момент просто вытаскивать то, что никому не интересно? Слушай, ну у любой медийной личности всегда есть какие-то слухи, сплетни. Это абсолютно нормально. Ну это часть работы, часть жизни. Это часть работы. Ты ее принимаешь, когда ты соглашаешься. Да, я ее принимаю, ну то есть потому что это не только со мной происходит, это происходит со всеми, да. И ты понимаешь, что ты в этом варишься, да, в этом котле, и это нормально. У тебя все очень... Я тоже у людей поспрашивала. Слушайте, ну хоть что-то у него должно быть. Я тебе объясню почему. Я же в эту сферу пришел очень поздно. Ну то есть когда я писал песни, был молодой, я никому не нужен был. Потому что я просто был, ну, парень, который пишет там песенки, да, условно говоря. Когда я пришел в телевидение, меня никто не знал. И, кстати, ну то есть такие компании по очернению в тот момент, с точки со стороны артистов, недовольных, обидевшихся, они все касались того, что вот какие-то, какой-то там типа прозападные, хазах и эмес, хазах и шахпайт и все такое. Ну это тоже временем испытание прошло. Оказалось, что все это тоже неправда. Если бы я пришел к узнаваемости раньше, я думаю, что у тебя материала было бы гораздо больше. Потому что в молодости крышу сносит очень быстро. Очень легко поверить в свою невероятность и безнаказанность. Но ко мне все приходило постепенно, приходило благодаря работе. Никто никогда мне не принес, не положил деньги и не сказал, вот, пожалуйста, делай, что хочешь. Или вот мы тебя коронуем, пожалуйста, вот ты теперь звезда. Никаких там продюсеров и так далее. И я думаю, что именно поэтому, осознавая, что я не самый главный в этом мире, что есть бог, что я ему подотчетен, что я ответственен, ну меня так мама воспитала. Ну то есть... Ну даже вот сегодня я тебе задаю вопрос по поводу жилья, да? Да. Я говорю, почему ты не сделаешь рекламную интеграцию с какой-нибудь строительной компанией, да? Ну если абсолютно нормально, и Алишер это делает, и Бейба делает, я это делаю. То есть это нормально, мы живем в такое время, когда мы все можем партнериться, да? И ты говоришь, это опасно. Это ответственность? Ты говоришь, это опасно. Конечно. Опасно чем? Опасно тем, что ты... Ну если это условно там, я не знаю, хорошая строительная компания, которая много лет строит, да? Она строит этот дом, и ты придешь ее рекламировать, да? И расскажешь о том, что новый ЖК строится. Что в этом плохого? Ну, два момента. Во-первых, что, может быть, те компании, которые мне нравятся, мне пока такие предложения не делали, а те компании, которые делали, мне не нравятся. Я не верю в их будущее. Я всегда тщательно проверяю, с кем я работаю. И когда я начинаю немножечко буквально искать, на поверхности оказывается куча не очень приятной информации. И ручаться за такие компании. Кстати, мне звонил друг мой, актер. Он говорит, вот мне предлагают квартиру. В таком-то ЖК, такой-то застройщик, чтобы я их потом полгода рекламировал. Что ты думаешь? Я говорю, дай мне пять минут. Я быстро начинаю искать, нахожу кучу плохой информации, ну, то есть, которая говорит о том, что это неблагонадежный застройщик. Говорю, смотри, вот такая информация, вот такой информационный фон. Скорее всего, будет только хуже. Но ты имей в виду, тебе нужно жилье. Если ты готов потом с этим негативом работать, то соглашайся. Вот. И он сам уже принимает решение. Но я для себя не... Диана, нас мало. Ну, то есть, людей в инфопространстве, у которых есть репутация, очень мало. Разрушить это очень легко. Вы же тоже много раз упоминали тот же кейс с Мейержаном. Там очень много споров по поводу того, как это все вообще на самом деле было, во что он верил, не верил, что он знал, не знал. Но репутация разрушена навсегда. Понятно, что в какой-то момент, может быть, забудут, но если наберут в интернете, то всегда это будет всплывать. К сожалению, так вот сейчас технологии устроены. Лаура, у тебя остались твои подруги? Конечно. Это были до замужества. Да, я общаюсь со всеми, но скажу вам честно, что сейчас видимся мы реже, потому что я сейчас понимаю, что у меня период вот такой семейный, да, больше. И сейчас я нужна своему ребенку больше, чем подружкам, потому что в целом я нагулялась. Если кто-то хочет, они приезжают к нам домой, мы общаемся. Также я могу с ними встречаться. У нас есть, бывают такие, особенно перед праздниками, по праздникам. У вас традиции же есть. Да, ну вот я и говорю, традиции по праздникам мы всегда собираемся все вместе, потому что все уже семейные, у всех есть дети. Но вот только с девочкой мы собираемся и обсуждаем. Ты можешь с пониманием, да, к этому относишься, отпускаешь? Я отправляю наоборот видео. Лаур такая, я до шести утра. Не, вы видите, смотрите, какая. Конечно, анекдот, я за гитарой. Какая штука. Я не знаю, вы помните или нет, потому что у вас все равно дети уже взрослые, но первый год ты закрываешься просто, потому что ты вот фокусируешься на том, что сейчас нужно обеспечить ребенка всем. И понятно, что... И, честно говоря, так классно вот наслаждаться первым годом материнства. Абсолютно, абсолютно. Это кайф. И я тоже шучу, что у меня тоже был декретный отпуск, я все отодвинул, заранее все снял, то есть у меня выпуски выходили, но я хотел быть дома. Ты наслаждался, да? Абсолютно. И Лаура то же самое, но когда уже можно было, я, конечно, я говорил, съезди я посижу, там, сходи, там, условно, потом няня появилась, вообще не переживай. Не, ну и в целом у нас Иса изначально на смешанном вскармливании, поэтому Тима всегда его мог сам покормить, такого не было, поэтому я могла на пару часов уехать, там, часа три я точно выделяла и уезжала, встречалась с девочками, вот. Если что-то там шло не так, я просто возвращалась, но обычно такого не было. Не вот такого. Да, Иса прекрасно остается с Тимой, у него такие же обязанности, он так же ночью просыпался, со мной вместе, менял там подгузник, кормил его, купал, все вместе мы делали, не было. Мы вообще, я не знаю почему, с первым ребенком у нас было такое, мы все сами, мы хотим сами. Кто это там навязал? Я не понимаю, зачем мы так делали? Я не понимаю. Мне кажется, мы сами хотели, да. Теперь вы можете использовать бабушек. Но мы не высыпались, мы вот такие вот были, прям родители-родители, да, там первый чих, там все у нас. Мы все гуглим, все возвращаемся. Вот, ну и все делали сами. Сейчас со вторым мы максимально будем привлекать всю помощь, няни, бабушки. Они такие высокомерные, самозлеенные. Вот, ну, первым ребенком всегда, даже так там, кипятишь воду для купания. Четвертый ребенок там уже сам по себе растет, и это вот как-то вот с возрастом. Но потом я думаю, что вы осознанно подошли. Да. Мы хотели этого. Сколько было тебе, когда ты стал отцом? 38. 38. Слушай, ну это прям суперосознанный возраст. Ну, конечно. Я второй раз вот Дианку родила, в 31 год, и я уже прям с пониманием, что я стала мамой, да. А в 38, мне кажется, это прям вообще... Да, поэтому я сейчас не хочу ни минуту вообще пропускать. Даже когда, у нас же много приглашений на разные мероприятия, Да, 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 да. Презентации, все что угодно. То есть тебе не интересно? Я лучше, если я могу, если у меня нет обязательств, там, контрактных, конкретных каких-то, я лучше останусь дома. Я лучше откажусь, скажу спасибо в следующий раз. И поиграю с ним, потому что он развивается молниеносно, не хочется пропускать. Очень умный. Он прям с первого раза ему все интересно. Какие-то сейчас у него слова появляются, которые каждый день, там, по пять новых слов мы не успеваем просто. Он знает, вот такой, опоссум, эму, ну, то есть вот такие какие-то штуки даже. Я в него, вау. Я в грязь, как говорится. Мы все в, так сказать, в возрасте наших детей. Непонятно, что делали. Причем мы его не заставляем. У него это вот прям тяга, да, к знаниям есть. Да, да. Поэтому такое. Супер. Почему нас мало, вот кто работает в жанре интервью? Потому что нас в целом мало. Но я думаю, что просто это на самом деле труд. Это же вот, ты же понимаешь, о чем я говорю, да? Да, да. Я понимаю, что это на самом деле энергозатратно. Интервьюером в Ютьюбе стать две секунды же. Открой канал, возьми три камеры и две петлички и, пожалуйста, вот снимай сколько хочешь. Но чтобы тебя смотрели, это совсем другое. И я думаю, что здесь работает накопительный эффект. То есть ты можешь выстрелить с одним выпуском из-за хайпового какого-то гостя, но будут тебя смотреть дальше или нет, это очень большой вопрос. И Ютьюб, сама платформа, она построена так, что она не дает тебе сразу стать очень популярным. Она тебя три месяца изучает, твой канал, смотрит на периодичность, частотность, удержание. Но ты был в тренде? Да, да. С каким интервью? Много. Много разных интервью было в тренде, но я перестал попадать в тренды, когда я вышел из партнерской программы. То есть раньше у меня была партнерская компания, я отдавал им 20% своего дохода после того, как Ютьюб забирает еще там 40-50% с дохода. А в какой-то момент я понял, что это... А как это связано? Ютьюб, насколько мне объяснили, очень опасается за то, что в тренд могут попасть непроверенные всякие видео, а партнерские программы... Они проверенные. Гарантируют, что тут не будет непотребства всякого, и поэтому, несмотря на то, что некоторые интервью могут там за сутки набрать 100-150-200 тысяч просмотров, они не попадают сейчас в тренд. То, как мне объяснил эксперт Ютьюба. Но это нормально? Я думаю, почему мы не в тренде? А вы тоже не в партнерке? У нас нет партнерок. Нет? А, ну вот-вот. Это так работает. А условно, ребята, которые подписаны с несколькими из представленных партнеров, они легче туда попадают. Ну вот, с порогом там, по-моему, 50 тысяч просмотров за сутки. Раньше было как-то так. Ты не устаешь? Иногда бывает, но я заряжаюсь дома. Я заряжаюсь, когда мы проводим время вместе, куда-то выезжаем. И мне очень нравится, что у нас есть свобода планировать. То есть я могу запланировать целый месяц выпусков и просто поехать и монтировать где-нибудь на отдыхе. Я для себя сегодня открыла нового Тимура, потому что когда я готовилась к интервью, я искала у тебя на канале, в Ютьюбе. Слушай, ты вообще практически не давал интервью. А у меня правило, что я раз в году даю интервью. Я помню. Да, чтобы людям было послушать интересно. Желуха Субая, жди ее в следующем году. Без проблем. И чтобы было интересно. Ну, потом, это же всегда такое, знаешь, как отчет. Вот что ты там проделал, что в твоей жизни происходит. И потом, я думаю, что зрителям, которые любят смотреть твои интервью, сегодня было интересно узнать, какой ты в жизни. Мы побывали у тебя дома, познакомились с Лаурой, любили сыночка в ожидании еще одного нового члена семьи. Поэтому я желаю тебе удачи. Я знаю, что то, что ты делаешь, оно мне очень знакомо. И мне приятно, что мы с тобой коллеги, что мы с тобой не конкуренты, что мы понимаем общие боли, мы понимаем ответственность. И это на самом деле. Вот у меня всегда тоже на монтаже 10 интервью, потому что я с жадностью начинаю писать, 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 потом нужно сесть это все монтировать. Уже зима, а вы в майках там потом сидите, да? Нет, слава богу, такого нет. Просто мы в неделю два интервью выдаем. Поэтому я желаю тебе удачи. Рахметин. И хочу сказать просто шар-шама. Спасибо большое. Спасибо за отношение, за приглашение. И я думаю, что сегодня зрители отметят, что ты вообще не перебивала сегодня. Это очень, это для всех так важно. Под каждым выпуском я это вижу. Под каждым. Сегодня этого не было. Привыкнете уже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова